Приветствуем ваше участие в ежеквартальных дебатах Совета Безопасности ООН по ситуации на Ближнем Востоке, включая палестинские вопросы. Благодарим спецкоординатора по Ближневосточному мирному процессу Туру Венесланда за обзор и оценки ситуации на Ближнем Востоке в условиях беспрецедентного витка общерегиональной конфронтации насилия, в центре которого было и остается самой застарелой из региональных Палестин и Израильских конфликтов. Больше года назад в секторе Газа с новой силы разгорелся пожар войны, который уже стал самым кровавым в длинной череде арабо-израильских войн. Количество убитых, раненых и пропавших без вести превысило 150 тысяч человек, и оно продолжает неуклонно расти. Большинство жертв – мирные жители Газа, среди которых много и даже большинство женщин, детей и стариков. На ежедневной основе с севера Газа поступает информация об авианалетах на лагеря беженцев и ВПЛ. В результате очередной атаки Цахал в городе Бейт-Лехии 26 октября погибло не менее 49 человек, более 80 получили ранения. В условиях боевых действий и установленной Израилем блокадой в Анклаве разразилась настоящая гуманитарная катастрофа с марштабным голодом, вспышками инфекционных заболеваний на фоне тотального разрушения гражданской инфраструктуры. Счет беженцев и неоднократно перемещенным лицам идет на миллионы. Тяжелая ситуация сохраняется и на западном берегу реки Ордан, включая Восточный Иерусалим, где продолжаются силовые рейды израильской армии и столкновения местных жителей с поселенцами. Число задержанных палестинцев на Сбри с 7 октября превысило 11 тысяч человек. Как отметила глава МККК Мирьяна Сполярич, израильская военная операция полностью изменила саму концепцию конфликта в сторону дегуманизации и лишения мирных жителей человеческого достоинства. Характерной особенностью нынешнего кризиса также являются прямые угрозы и применение силы Израилем против ООН и ее специализированных агентств. За год военной операции в секторы были убиты около 310 гуманитарных работников, включая 231 сотрудников ООН. Это самая большая утрата в истории Всемирной Организации. Само агентство с момента своего основания в 1949 году является уникальной структурой по защите прав и оказанию помощи палестинцам на оккупированной территории и в соседних арабских странах. Являясь хребтом гуманитарного крыла ООН в регионе, это учреждение ООН на протяжении десятилетий оставалось основным поставщиком жизненно важной помощи палестинцам не только в секторе Газа и на западном берегу реки Иордан, но и в Ливане, Иордании, Сирии. Сегодня же оно оказалось на грани полного расформирования ввиду принятия вчера к нестинам законов о запретах на его работу и снятия всех иммунитетов с его сотрудников. С начала активной фазы кампании Израиля против вопор мы неоднократно говорили, что остановка его работы будет иметь самые негативные последствия как для региона, так и для самой системы ООН в целом. Это серьезный прецедент, подрывающий основу международного многостороннего сотрудничества, создается на наших глазах нарушение устава ООН, профильных резолюций генассамблей и конвенций о привилегиях иммунитетов ООН. По сути, Израиль единолично решил отменить неугодные ему специализированные учреждения ООН. В дополнение к стремительно деградирующей ситуации на ООПТ и финансовому кризису с провоцированным отказом США донорской помощи вопор, вчерашнее решение Кнессеты рискует окончательно поставить крест на деятельности агентства, чего уже не одно десятилетие добивается Израиль. Поддерживаем заявление генерального состаря о том, что вопор незаменима и альтернативы ему просто нет. Сейчас, когда в секторе газа происходят чудовищные события, газовитян лишают последнего спасательного круга. И все мы знаем ответ на вопрос о том, способны и хотят ли израильские власти взять на себя ответственность за оказание помощи нуждающимся палестинцам. За последние несколько недель мы все чаще слышали от представителей ООН, что у них нет плана Б на случай принудительной ликвидации вопор. Что шансов на то, что эти законы не начнут реализовываться, почти не осталось. Дальнейшие действия можно и не называть планом Б, но продолжать поддерживать во что бы то ни стало газовитян и защищать 13 тысяч, находящихся в газе сотрудников вопор, международное сообщество просто обязано. Более того, курс Израиля на сворачивание бапоровского присутствия на ОПТ противоречит его обязательствам в качестве оккупирующей державы, а также взятым на себя при приеме в ООН обязательствам, включая выполнение резолюции 194 Генеральной Ассамблеи о правах палестинских беженцев на возвращение и компенсации. Господин председатель, как мы и неоднократно повторяли, в прошлогодней атаке Хамас нет и не может быть оправдания. Мы все ее осудили и осуждали. В то же время нет никакого оправдания, что за ней последовало коллективное наказание миллионов мирных палестинцев. Однако на этом Израиль не остановился, и сегодня смолчаливое одобрение Вашингтона последовательно разжигает полномасштабное региональное противостояние. Спираль насилия уже вышла далеко за пределы ОПТ, дестабилизировав обстановку в Средиземном и Красном морях. Так, с конца октября Западный Иерусалим открыл второй фронт в Ливане, объявив о начале наступательной операции «Стрелы Севера», с заявленной целью подрыва военной инфраструктуры движения Хизбалла. Поступают многочисленные сообщения о гибели мирных жителей в результате массированных, неизбирательных ударов пожилым, густонаселенным районам Бейрута и других ливанских городов со стороны Цахал. Среди убитых и раненых гражданских лиц большое количество журналистов и сотрудников СМИ. В ночь на 25 октября израильские военно-воздушные силы нанесли авиаудары пожилому сектору города Хазбаи на юге Иллана, в результате чего погибли два сотрудника телеканала «Альма-Эдин» и оператор телеканала «Альманах». Недавно израильтянами был также атакован офис канала «Альма-Эдин» Бейрути. Потери среди гражданского населения, а журналисты приравниваются к гражданским лицам, рассматриваются Западным Иерусалимом как некий сопутствующий ущерб. В этом контексте хотели бы напомнить, что только на юге Ливана, по предварительным данным, счет убитых журналистов за последний год пошел на десятки, а с начала военной операции в секторе Газа порядка 140 сотрудников СМИ погибли при исполнении своего профессионального долга. Сам собой напрашивается вывод о том, что охотой на журналистов, подрывающих монополию властей и Западного Иерусалима на информацию о происходящем, Израиль занимается сознательно. В условиях израильского вторжения в Ливан под ударами оказался и контингент временных сил ООН в этой стране, размещенный по официальной просьбе Бейрути в соответствии с решениями Совета безопасности, последней из которых – резолюция Совета 2749, принятая и нагласно в августе текущего года. Несмотря на это, только за неделю с 10 по 17 октября САХАЛ несколько раз атаковал позиции голубых кассок, в том числе с применением танков и боеприпасов с управляющими веществами, в результате которых по крайней мере 20 человек пострадали. В этой связи разделяем озвученные ООНовцами оценки о том, что частота и характер таких атак свидетельствует о преднамеренном стремлении создать угрозы жизни и безопасности миротворцев с прицелом на принуждение их к уходу. При этом представители израильского руководства безапелляционно требуют вывода миротворцев, игнорируя тот факт, что соответствующие решения могут принять только члены Совета безопасности, определяющие мандат и модальность работы контингента в СООН, а также правительство Ливана в качестве страны, принимающей миротворцев на своей территории. Господин председатель, продолжающийся кризис на ОПТ и в Ливане стал катализатором резкого обострения и ширящейся конфронтации, на грани которой балансируют и Ордания, и Египет, Ирак, Сирия и Йемен. А сегодня американо-израильские тенденции всеми силами пытаются втянуть в прямую конфронтацию Ирана. Катастрофические последствия такого сценария для стабильности и безопасности всего региона мы подробно обсуждали вчера в этом зале. Мы уже неоднократно говорили, что первопричины рецидивных вспышек насилия кроются в неурегулированности Палестино-израильского конфликта на основе известных решений Совета безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН. С самого начала этого беспрецедентного кризиса государственными членами Геннадий Ассамблеи и Советом безопасности было принято несколько резолюций, направленных на деэскалацию насилия в Газе. Однако все они до сих пор остаются лишь на бумаге. И ни для кого не секрет, что до сих пор добиться выполнения этих решений не удается из-за позиции лишь одной страны – Соединенных Штатов, оказывающих не только международно-дипломатическое прикрытие Израилю, но и исправно поставляющих ему оружие и снабжая разведдами. Параллельно Вашингтон парализует работу Совета, не пропуская никаких решений, которые хоть как-то могли бы ограничить свободу рук их Близневосточному Союзу. Взамен наши американские коллеги навязывают членам Совета собственные идеи, не пользуяющиеся поддержкой даже израильтян, чьих интересы они якобы сформулированы. Я имею в виду так называемый план Байдена по Газе, который так и не сработал, а также инициативу по перемирию в Ливане, которую сходу отверг премьер-министр Израиля Нитаньян. Нашим американским коллегам необходимо перестать саботировать соответствующие новые инициативы Совета. Этого, как показывают последние голосования в Генеральной Ассамблее, от них ждет подавляющее большинство государств членов Семерной Организации. Неужели 40 тысяч с лишним погибших палестинцев недостаточно для того, чтобы заставить Вашингтон работать вместе с остальными членами Совета? Ведь, как мы уже неоднократно убеждались, любые односторонние схемы по замирению Израиля со своими соседями без справедливого решения палестинского вопроса к миру на Ближнем Востоке не приведут и чреваты лишь новыми витками эскалации, подобной той, которую регион переживает сейчас. Господин председатель, безусловно, израильтяне имеют право на обеспечение собственной безопасности. Однако путь к этой цели лежит исключительно через всеобъемлющий процесс ближневосточного регулирования и реализацию законного права палестинцев на собственное государство в границах 1967 года со столицей Восточного Иерусалима. Для этого необходимо обеспечить выполнение имеющихся профильных решений Совета безопасности, прекратить масштабное кровопролитие в регионе и предотвратить сползание Ближнего Востока в пучину большой войны. Настоятельно призываем все вовлеченные стороны, как внутри региона, так и за его пределами, к сдержанности, прекращению насилия и недопущению развития событий, по катастрофическому сценарию. Если мы хотим мирного будущего для палестинских, ливанских, сирийских и израильских детей, действовать нужно сейчас и беспромедленно. Иначе яд, насилие и месть отравит весь этот регион на долгие-долгие годы. И он так и будет двигаться от одной конфронтации к другому. Угодуемся.